Расскажу вам об одной из страшнейших вещей, которые я пережил в жизни. Об одном из самых депрессивных переживаний. Вы удивитесь, это был хадж. Я совершил его лишь однажды. Предполагалось, что это будет самый приятный случай в жизни, но я был так угнетен. В итоге я остался счастлив, но я был очень подавлен. Знаете почему? Из-за увиденного в VIP секции. Я был подавлен, потому что к людям с разными паспортами там относились по-разному. Я был подавлен, потому что люди вообще не переживали друг за друга. Допустим, если вы скажете кому-то, в исламе ко всем относятся одинаково. В исламе богатый и бедный, черный и белый, все равны. Все мы рабы Аллаха, это красота ислама. Поэтому Беляль принял ислам и мог встать рядом с Умаром и молиться. Я ему расскажу все это в теории и такой «сейчас покажу тебе ислам» и хадж. Он скажет «Это? Это твой ислам? Правда, что ли? Может, у меня зрение плохое? Или это какая-то другая религия? Куда я его приведу? Где я ему покажу, какими должны быть люди в этой умме? Нужно жить так. Пока мы не станем образцами... Пожалуйста, послушайте, знаю, это спорно, и у меня могут быть проблемы. Мне без разницы, я убежден. Пока мы, Умма, не станем образцами этой религии, мы не можем ненавидеть неверующих и говорить «А, эти неверующие, они попадут в ад». А, какая разница, Астахферлу, они поклоняются идолам». Что вы им демонстрируете? Что я им демонстрирую? Разговоры – это только пол-дела. Вторая половина – это живой пример. Пророки такими и были, они не только говорили. Пророки не были великими ораторами, они были живыми примерами. До того, как посланник Аллаха стал посланником. Как его звали среди людей? Садик Аль-Амин. Вы же это знаете, да? Честный, правдивый. По этим ли качествам узнают мусульманскую уму сегодня. Подумайте об этом. Еще до того, как на пророка была возложена ответственность нести призыв, он доказал свою надежность. Это его шахада. Ведь когда он обучал исламу, люди говорили, мы должны слушать, это честный человек. Он самый правдивый, кого я знаю. Очевидно, это правильная религия. Сегодня вы находите эти хорошие качества в немусульманах. Их больше в них, чем в мусульманах. Это позор. Это позор. Мы должны быть образцами носителей этих качеств. Мы слишком одержимы тем, чтобы проповедовать ислам, а не жить по нему. Нужно подумать о дауах. Это может и дауах, но не шахада алян-нас. Ведь что означает шахада? Свидетельство. Люди видели тебя, видели, кем ты был, и все равно отвергли тебя. Тогда можешь сказать Аллаху, о Аллах, мы старались жить по твоей религии. Старались держаться подальше от запретного. Держались в рамках дозволенного, были справедливы, насколько могли. И также мы доносили им послание ислама, и о Аллах, они не послушали. Тогда другое дело. Кстати, подумайте о противоположном. Как по Маудуде, рахимахуллах. Подумайте об обратном. Если мы этого не делаем, не становимся свидетелями о человечестве. В том виде, в котором должны. И встанем перед Аллахом в судный день. И наши соседи, индуисты, буддисты, христиане, иудеи, атеисты, агностики, наши соседи, встанут перед Аллахом в судный день и скажут, о Аллах, я и понятия не имел об исламе. А Аллах скажет, а разве Абдуль Карим не жил по соседству? Абдуль Карим скажет, да, прямо здесь. Абдуль Карим, они говорят, они не знали ислама. Но ты жил по соседству? Да, но я просто был владельцем ликерного магазина. Мы вместе в кино ходили. Он не познал ислам через тебя. Он не хотел иметь дело с Абдуль Каримом, потому что он темная лошадка. Как он должен был познать ислам через тебя? То, что ты их накормил ифтаром в Рамадан, из этого они должны были узнать ислам. Кто теперь в беде? Этот парень в большей беде? Или Абдуль Карим? Понимаете, что происходит? Это огромное бремя, возложенное на эту умму. Мы и предстанем перед судом Аллаха Аззу Аджаль. Ведь люди же скажут, ислам-то прекрасен, но не община. Ислам был изумителен, но я-то откуда знал? Откуда я мог это знать? Это... ...аннас, все люди. Что означает, какой бы культуре или нации мы не принадлежали, мы должны соблюдать там ислам. Ислам жизнеспособен как в большинстве, так и в меньшинстве. Ислам жизнеспособен, даже если вы единственный мусульманин в деревне. Будь мусульман миллион или один-два человека. Ислам не зависит от количества. Не зависит. Не зависит от среды. Вы будете свидетельствовать о человечестве независимо от ситуации и среды. Знаете, чему еще учит нас этот аят? Что мы не должны пребывать лишь среди верующих. Мы, мусульмане, не можем быть лишь среди мусульман. Мусульмане должны иметь дело с индуистами, с буддистами, с приверженцами других религий. Они должны взаимодействовать с ними, беспокоиться о них. Ведь народ Ибрахима, Ибрахим никогда не оставался на одном месте. Всегда имел дело с другими. Всегда переживал за других. Кто-нибудь здесь знает, что Ибрахим, алейхиссалям, сделал в отношении народа люто? Пришли ангелы. Сначала к Ибрахиму. Он спросил, зачем вы здесь? Они говорят, мы идем убивать народ кого? Люто. Разве Ибрахим сказал, а, геи, да, убейте их? Что сделал Ибрахим? Он возразил им. Будь это один из нас, сказал бы, аль-хамду-ли-лях, наконец-то. Это будет ядерный взрыв? А Ибрахим, алейхиссалям? Мы должны быть милостью и источником призыва для всех людей. Всех людей, представляете? А как мы далеки от этого? Как далеки мы от этой религии? Итак, это первый момент. А теперь послушайте хадис пророка, саласалям, от Аби Саида Аль-Худри. Поразительный хадис. Нуха призовут в судный день. И он будет спрошен. Довел ли ты послание? Кто это будет спрошен? Нуха, алейхиссалям. Довел ли ты послание? Он скажет, да, Господь. Я довел, я довел послание. Тогда спросят его народ. Да вас довели послание? Они скажут, нет, никто не приходил предостеречь нас. Нуха говорит, я свое дело сделал. А весь народ говорит, нет. Вы о чем? Нас никто не предостерегал. Не было посланников. Аллах скажет Нуху. У тебя есть свидетели, способные подтвердить, что ты говоришь правду? Кого теперь спрашивает Аллах? Нуха. И Нуха отвечает. Он скажет, да, мои слова подтвердят Мухаммад и его умма. Мухаммад и мы. Мы. В судный день. Мы никогда не встречали Нуха, алейхиссалям. Но мы же читали суру Нух. Читали аяты о Нухе. Знали, что он довел послание. Мы же в этот Куран уверовали. И вот он говорит. Тогда Аллах призовет всех вас и вы засвидетельствуете. Да, Нух довел послание. Мы изучали это в Куране. Аллах сделает нас свидетелями против народа Нуха. В судный день. Даже против них. Мы будем свидетельствовать не только против современников. Мы будем свидетельствовать обо всех преступлениях в истории. Это также означает, что мы будем свидетельствовать в пользу всех верующих прошлого. Приведу лишь один пример. Асхабуль кахов. Обитатели пещеры. Знаете же эту известную историю? Если бы Куран не рассказал нам об обитателях пещеры. Об этих молодых людях. Каждый в мире верил бы, что они христианские святые, веровавшие в поклонение Иисусу. В это бы верил весь мир. Что они были святые. Все еще есть в церкви их имени. Яковицкие церкви. Никто не пришел засвидетельствовать. И сказать, это был верующий человек. Эти верующие были хорошими людьми, не совершавшими ширка. Боявшимися Аллаха. Лишь Куран. И посредством него это умо свидетельствует о них. Мы встанем на их защиту. Посредством этого Курана мы будем свидетельствовать за всех верующих. Они живших за всю историю, о которых никто не знает. И мы будем их свидетелями. Их поддержкой. Это, субханаллах, милость для миров. Посланник – это милость для всех народов мира. Как будущих, так и прошлых. Даже прошлых, субханаллах. Даже для тех, о ком мы никогда не слышали. Люди из истории, чьи могилы давно забыты. Но они верили в ля-иллаха илляллах, и мы будем свидетельствовать о них. Эта умма удостоена такого почета, субханаллах. Почему нельзя печалиться и грустить? Что говорят хадисы об этом? Ищите ответ на shakir.com. Ссылка в описании.